Первомайский район Исутомска вынес приговор Юлии Пудовкиной. Серийная грабительница-рецидивистка для совершения преступлений выбрала весьма изощренный способ. Для того, чтобы залезть в чужую сумку, она плевала на спину своей жертвы. Пользуясь замешательством, вытаскивала кошелек и мобильный телефон. Какое наказание понесет Пудовкина за такую мокруху, расскажут наши корреспонденты. Женщина меня окликает и говорит, девушка говорит, у вас запачкана сзади юбка. Одна из восьми жертв Пудовкиной – Расима Нигматулина. Пенсионерка говорит, что купилась на уловку мошеннице. Незнакомка подошла к ней на улице и деликатно указала на проблемы с внешним видом. Расима даже растерялась, ведь на спине и юбке у нее оказались мокрые пятна. Юбку повернула и правда бежит прямо вот свежее, что-то белое по юбке. Я так растерялась и стою и говорю, ой, что ж мне теперь делать. А эта девушка мне говорит, да вы вытащите влажную салфеточку и вытрите. Я сумку открыла, залезла в сумку, взяла салфеточку, вытерла. А затем она говорит, у вас еще и на кофте тоже самое. Я говорю, ну как же мне быть. Застала салфетку, вы говорю, девушка, пожалуйста, вытрите мне. И девушка, конечно же, помочь не отказалась. Уже позже Расима Нигматулина поняла, чем на самом деле занималась за ее спиной отзывчивая незнакомка. Кто же это, я говорю, сделал, интересно. Да уроды, говорит, какие-то. В этот момент, когда она уже вытерла руки, и меня осенила мысль сразу, что тут неспроста что-то. Но, как говорится, хорошая мысль приходит уже слишком поздно. Вместе с заботливой незнакомкой исчез из сумки пенсионерки кошелек. В нем было 5000 рублей. Это та самая заботливая незнакомка. Юлия Пудовкина на скамье подсудимых уже не в первый раз. Говорит, что нарушить закон вновь ее заставила нужда. Работы нет, денег нет. Впрочем, такой мотив не станет смягчающим обстоятельством в суде. Пудовкина ранее не работала, однако имеет непогашенную судимость, что образовало рецидив преступлений. И судом было учтено как обстоятельство тягчащей наказания. Также хочу отметить, что Пудовкина имеет несовершеннолетнего ребенка 2005 года рождения, но в отношении него она лишена родительских прав. Как следует из материалов дела, с мая по сентябрь прошлого года Пудовкина совершила 8 краж. Общая сумма награбленного составила почти 50 тысяч рублей. Некоторым потерпевшим Пудовкина вернула украденные вещи, например, мобильные телефоны. А мечи заявили гражданские иски на сумму 20 тысяч рублей. Суд обязал злоумышленницу вернуть деньги пенсионерам. За серию краж Первомайский районный суд Омска приговорил женщину к наказанию в виде трех лет и четырех месяцев колонии общего режима. Воровку арестовали сразу после оглашения приговора.